С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 18 августа. У родившихся в этот день 1750 год. В этот мир приходит Антонио Сальери, итальянский композитор. Несколько десятилетий он в центре музыкальной жизни Европы. Дирижер итальянской оперной труппы в Вене, один из основателей в Венской консерватории. Автор более 40 опер и камерных произведений. А еще Сальери был прекрасным педагогом. Среди его учеников Бетховен, Шуберт, Лист, а также многие знаменитые оперные певцы того времени. Широко распространенная легенда об отравлении Моцарта итальянцам не подтверждается фактами. Кто скажет, что Псальери Гордый был завистником презренным? Никто. А ныне сам скажу я. Я завидую. Ну или еще. Ведь гений и злодейство две вещи несовместные. Так писал Александр Сергеевич Пушкин. 1824 год. Пьер Мартен приходит в этот мир. Французский металлург, создатель мартеновских печей. В 30 лет он директор металлургического завода и руководит производством почти 30 лет. В 1864 он представил печь нового образца с принципиально новой конструкцией. В течение многих часов в ней при использовании принципа регенерации продуктов горения из чугуна и лома вырабатывали сталь. Плавильную печь и сам способ обработки назвали в честь Мартена. Мартеновские печи и Мартеновский способ до середины 20 века оставались лучшими в мировом производстве. 1933 год. День рождения Романа Полански или Раймунда Романа Либлинга Полянского. Кинотеатрального оперного режиссера и актера, а также сценариста, продюсера и, разумеется, фотографа. В возрасте 43 лет он обвинен в незаконной сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Свою вину он признал. Однако после 45 дней, проведенных на психоосвидетельствование, понимает, что его чистосердечное признание не будет принятого внимания и ему грозит до 50 лет тюрьмы. Тогда Поланский бежал во Францию, чье гражданство он сохранил. Дело против него остается открытым и, едва он переступит границу США, ему придется отвечать по всей строгости американских законов. В 1945 году родился знаменитый советский композитор и певец Владимир Мигуля, в 1964 Наталья Ветлицкая певица, а в 1966 году нынешние телеведущие игры «Что, где, когда» Борис Крюк. Ну а теперь о некоторых событиях. 1227 год. В своем последнем походе с целью окончательного уничтожения тангутского государства Сися умирает Чингисхан, слава которого буквально оживает в посткоммунистической Монголии и даже в российской Калмыкии. Еще полстолетия спустя внук грозного завоевателя Хубилай основал в Китае монгольскую династию Юань. Она правила почти век и перенес свою резиденцию из Каракорума в город Ханбалык, выстроенный на месте старой столицы Индзина. Теперь это Пекин. 1689 год. Петр I в нижнем белье бежит из Преображенского после того, как приходит известие о заговоре царевны Софьи. Дело в том, что в Кремле появляется странное письмо о том, что потешное войско Петра якобы собирается убить царевича Ивана, Софью и ее сестер. И сама Софья решила отдать приказ везти в Кремль 300 стрельцов и запереть ворота на ночь. 17-летний Петр спешно бежит под защиту стен Троицкого монастыря. Будущий царь этого сестрицы не простил. Петр в конце концов берет власть в свои руки, а Софью отправят в Новодевичий монастырь. Стрельцов же практически всех уничтожит. 1845 год. Высочайшим повелением императора Николая I утверждено представление министра внутренних дел Российской империи графа Перовского о создании в Санкт-Петербурге русского географического общества. Задачей с первых дней его деятельности было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. 1914 год. Указом Николая II Санкт-Петербург переименовывается в Петроград. Причина – война с Германией. Экстренный выпуск биржевых новостей гласил «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» 1920 год. Принята 19-я поправка Конституции США, которая предоставляет право голосовать женщинам. Поправка внесена в Конгресс еще в 1878 году. А в 1922 поправка даже была оспорена в Верховном суде страны, который, однако, единогласным решением отклонил иск и подтвердил, что 19-я поправка является частью Конституции страны. В 1958 году там же, в США, выходит в свет скандально известный роман Владимира Набокова «Лолита». Написан на английском языке. Опубликован в 1955 году в парижском издательстве. Впоследствии переведен самим автором на русский. Считается одной из самых выдающихся книг 20 века. Он назван четвертым в списке 100 лучших романов всех времен по версии Modern Library и попал в список 100 лучших романов столетия по версии журнала Time. 1963 год. В известиях публикуется поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете». Острая сатира на бюрократизм, на широко раздутые штаты номенклатуры, на постоянные перестройки. В поэме говорится о сталинских репрессиях, об уродливом культе личности. Ну, в общем, вот теперь. 1984 год. В Москве открываются альтернативные олимпиады в Лос-Анджелесе игры «Дружба-84». Международные соревнования в девяти государствах социалистического лагеря. СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша и Чехословакия. Под официальным девизом «Спорт, дружба, мир». Они действительно были альтернативой бойкотируемым СССР и его союзниками летних олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Соревнования проводились во всех олимпийских видах, кроме футбола и синхронного плавания, а также в трех неолимпийских видах – борьбе самбо, настольном теннисе и теннисе. Ну и последнее. В 1782 году, в такой же день в Петербурге, открыт торжественно памятник Петру Первому. Перед взором собравшихся на Сенатской площади предстал необычный всадник, простирающий вперед руку, сидящий вместо седла на медвежьей шкуре без царского парадного облачения. Народ недоумевал – голый посажен на взбесившегося коня. 12 лет посвятил французский скульптор Этьен Морис Фальконе работе над медным садником, идеей которого стал образ Георгия Победоносца. Для постамента в окрестностях Питера мастер нашел огромнейший гром камень, в честь успешной доставки которого была даже выбита медаль с надписью «Дерзновению подобно». Воятель же покинул Россию в 1778 году после того, как Екатерина II не пожелала смотреть котовую статую и денег за ее отливку не заплатила. Враги скульптора напели императрице о якобы недоброкачественной работе мастера. За несколько дней до открытия монумент обнесли полотненной оградой, пятисаженной высоты с изображением горы скал. В день торжества вокруг памятника построились гвардейские полки. По сигналу Екатерины II ограда упала, открыв изумленным очам зрителей Петра на коне. Надпись на камне гласила Петру I и Екатерина II. После пушечного и ружейного салютов последовал парад войск. Своё нынешнее наименование «Медный всадник» памятник получил после поэмы Александра Сергеевича Пушкина. «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн, и вдаль глядел, и думал он, от сель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова